МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомился еще во время учебы в училище по специальности слесарь-ремонтник. Тогда он проходил практику в газовом цехе. Первое впечатление мое было, когда я попал в 16 лет сюда. Именно на этот пост. Здесь все было совсем по-другому. Никакой автоматики не было. Я, по сути, когда устраивался, тоже автоматики никакой не было. Чисто вот ключи и голова с руками. После службы в армии перед Сергеем встал выбор – пойти в цех ремонта металлургических печей к отцу или в цех прокатки к тестью. Так, герой нашего сюжета в 1993 году устроился оператором поста управления участка моталок листопрокатного цеха номер один. Для меня в то время это было намного все интересно. Горячий металл в рулоны сматывать, особенно продукцию. Ну, как вот сейчас, если посмотреть, да, вот он, железо горячее. Надо же его как-то обрабатывать, надо же все это. Мне это было очень интересно. Поэтому я пошел именно сюда. Главная обязанность оператора – следить за работой моталок, чтобы не было перебоев, простоев и аварий. Первое время всем тонкостям работы Сергея обучал тесть Валентин Тищук, который тогда трудился старшим оператором. Помогали и старшие товарищи. А теперь уже ученики Сергея работают по всему комбинату, а некоторые из них на руководящих должностях. Каждому своему ученику Сергей Вильгельмович прививает сразу несколько качеств. Думать, ответственность, коммуникабельность. Ну, соответственно, принимать решение, брать ответственность полностью, принимать решение, делать выбор. А выбор должен быть сделан за две секунды, а то и меньше. У Сергея Мертинса большая семья. У него девять братьев и сестра. Кроме него на металлургическом комбинате АО «Арселор Миттл Тимиртау» работают еще трое младших братьев. Дмитрий – механиком в ЛПЦ-1, Михаил – старшим аппаратчиком на Коксахимпроизводстве, а Марк – на втором агрегате Коксахимпроизводства. У Сергея Вильгельмовича две дочери и две внучки. А свободное от работы время он посвящает отдыху с семьей и с коллегами по работе. О присуждении нагрудного знака «Янбек-Данкы» Сергею сообщил начальник листопрокатного цеха номер один Михаил Коноваленко. Это стало приятным сюрпризом в преддверии не только дня металлурга, но и дня рождения. «Не ожидал. Просто не ожидал. Эмоций много. Надо будет оправдывать доверие руководству». Субтитры подогнал «Симон»